Ветеран Великой Отечественной Николай Иванович – уроженец Хатмышска. Однако большая часть его жизни связана с Дальним Востоком и Тихоокеанским флотом. Начинал службу в Порт-Артуре электромонтажником. Среди наград есть и медаль с боевые заслуги. В 50-х годах мы в Порт-Артуре на заводе отремонтировали корабли и направили в Корею. После вывода советских войск из Порт-Артура Николай Иванович служил во Владивостоке, был старшиной командой электриков размагничивающего судна. Потом попал на один из уникальных кораблей – спасателей подводных лодок. Участвовать в дальних походах также пришлось. Война в Египте, в Персидской заливе была. И еще группа кораблей туда была направлена, разминирование Персидского залива. И как раз и наш корабль попал туда, в эту группу. Военную карьеру Николай Иванович закончил в звании мичмана. После увольнения переехал в Белгород. Ветеран – частый гость в школах округа, ведет военно-патриотическую работу. От имени депутата городского совета Сиротенко Сергея Ивановича разрешите поздравить вас с замечательным вашим праздником. Поздравить именинника с юбилеем пришли помощник депутата гурсовета Галина Сахневич и директор православной гимназии Любовь Шеремецева с учениками. Ребята преподнесли ветерану иконы, сделанные своими руками, подготовили музыкальный подарок. На 14 округе проживают 11 ветеранов-участников Великой Отечественной войны. К сожалению, с каждым годом их становится все меньше. Мы стараемся отмечать их депутатскими подарками, поздравлениями к таким традиционным, нашим любимым праздникам, как День Победы и День Освобождения Белгорода. В ходе совместного чаепития Николай Иванович поделился своим жизненным опытом с молодежью, а школьники пожелали ветерану встретить 100-летний юбилей. Ксения Голуб, Александр Подубный. К этому часу Белгород.